Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие Тагеряцкие, сегодня с вами снова я, Тигра Натя, но не лицо в лицо, да? Не глаза в глаза, а сегодня я решила записать для вас на видео то, как я оформляю свою страничку в дневнике. И я очень сильно надеюсь, что этот формат видео придётся вам по душе, и что дальше я смогу продолжать так же снимать для вас то, как я оформляю свой личный дневник. И я очень сильно надеюсь, что кого-то это будет вдохновлять и побуждать на новое творчество, на новые идеи, и просто вдохновлять. Я очень сильно надеюсь, что кому-то это будет полезным, и то, что я делаю, оно не останется без внимания, и не будет просто так. Сейчас вы видите, как я заполняю свой новый личный дневник. Старый я убрала, потому что в нём слишком много негатива скопилось, слишком много нехороших воспоминаний, которые приносят только грусть, тоску и печаль. А новый дневник это как новое начало, и здесь все записи более душевные, что ли, более откровенные, более наполненные светом каким-то даже, я бы сказала. И здесь мне намного приятнее работать, намного приятнее в нём что-то делать, рисовать, приклеивать, делать калаши, и записывать свои воспоминания, свои дни, свои жиды. Из-за того, что в этом видео я буду делать запись о том, как мы ездили в Москву, в генетический центр. Многие из вас, наверное, ещё не знают, так как я рассказывала об этом только в своих социальных сетях и в своём блоге. И я решила, что... А давай-ка я запишу процесс создания странички из своего личного дневника, для того, чтобы рассказать то, как мы съездили туда. Съездили мы довольно хорошо. Мы ездили в генетический центр Москвы, он там один единственный. Если кому-то нужен адрес, то я обязательно вам напишу. Сейчас генетическое обследование проводится бесплатно. Государство выделило бюджет, и теперь, пока что на постоянной основе, можно будет ездить со всей нашей страны, из России, на бесплатное генетическое обследование. По желающим можно записаться по телефону, позвонив в клинику и приехав на приём, на назначенную дату. Ничего сложного вам не будет нужно делать. От вас следует только собрать все документы, просто ваше желание, деньги на дорогу и, в принципе, ожидание того, как долго будут делаться результаты. Когда вы приедете туда, вам просто нужно будет побеседовать с генетиком, который, к слову, просто потрясающий человек, очень добрый, душевный и милый-милый человек. Беседа продолжается где-то 45 минут, час, в зависимости от того, насколько у вас большая история и большое ли дерево ваше семейное. Потому что нужно будет рассказать абсолютно обо всём, чтобы найти какой-то ключ, какую-то зацепочку из того, откуда вообще пошло ваше заболевание, ваш диагноз, чтобы генетик понимал, откуда идёт кори. А после этого вы пойдёте сдавать анализы со своими родителями, то нужно будет просто сдавать кровь из вены для того, чтобы в лаборатории врачи и учёные смогли исследовать вашу кровь, ваш ген на самые разные повреждения, чтобы узнать, что и где не так. Вы можете, конечно, сами сдавать, но лучше сдавать с родителями, чтобы было понятно, как вообще всё это началось. Потому что и родителям вашим будет спокойнее, и вам самим для себя узнать. В общем, всё по вашему желанию и по вашим возможностям. Что даёт генетическое обследование? Во-первых, оно даёт правду. Давалось для вашего успокоения. Есть заболевания, которые можно как-то поддерживать, как-то лечить, а есть заболевания, которые нельзя лечить. Я всю жизнь жила с огромной ложью того, какое у меня заболевание, потому что мне его поставили на словах. Меня не обследовали как положено, меня не осматривали как положено, у меня не брали анализы, мне ничего не делали. Просто молоточком постучали и поставили. Считайте, что просто сломали всю жизнь, потому что был шанс какой-нибудь реабилитации, лечения, поддержания. Но так как стоял этот диагноз, все врачи просто закрывали глаза и не хотели ничего делать. И поэтому сейчас, пока есть такая возможность, я решила просто для самой себя, для своего архива, можно сказать, для своих родителей найти ответ и доказать, что диагноз поставлен неправильно. И вот, сейчас я жду ответ. Надеюсь, что в этом месяце мне его скажут, а может быть скажут в июне. Пока неизвестно, потому что анализ обрабатывается не так быстро. На это нужно время. И поэтому мы будем ждать до последнего, пока нам не дадут ожидать. Вообще, я очень довольна поездкой. Мне кажется, она очень продуктивной, очень интересной. И, по крайней мере, это новое общение, новые впечатления, новые воспоминания, которые стоят для того, чтобы оставить их в своей памяти. И ничего негативного здесь не было. Это приятно. Ну, конечно же, я приехала для того, чтобы увидеться с моей лучшей подругой. Чтобы провести с ней время, так как у нее день рождения в этом же месяце. И буквально через пару дней оно было. И, мне кажется, это огромный подарок для нас обеих. Чтобы увидеться перед таким важным днем. Провести время и подарить друг другу новые впечатления, новые воспоминания. И как раз таки об этом всем я записываю в свой дневник. Все свои моменты, какие-то воспоминания из этого дня. Фотографии личные вклеиваю. Оформляю на тему весны. Потому что эта поездка просто пахла весною. И с самыми разными конфетками. Это было так приятно, так классно. И я, как уже сказала, не чуточки не жалею ни о чем. Нам удалось погулять по Икее. Покушать разные вкусняшки. Повеселиться, посмеяться. Сделать очень классные фотки. Раньше у нас не получалось сделать так много фотографий. И я прям очень жада, что с этой поездки есть много воспоминаний. Особенно фотографии. Потому что для меня это очень важно. Я очень люблю фотографии, потому что они для меня как возможность не только вспомнить мысленно, но и увидеть, узреть своими глазами, показать другому. И каждый раз, смотря на эти фотографии, освежать свою память, опять же, не только мысленными воспоминаниями, но и какими-то тактильными. Я считаю, что это очень важно. Так что, вот такие вы дела. Больше, в принципе, рассказывать мне нечего. Очень сильно надеюсь, что вас вдохновил этот разворот. И то, как я его оформляла. Очень надеюсь, что вам было интересно слушать мою маленькую историю. И на этом я, наверное, буду заканчивать. Всех уже целую, обнимаю. И до новых встреч. Пока-пока.